Добрый день! Всевозможные уфологи, демонологи, медиумы, исследователи кругов на полях и прочие охотники за привидениями временами очень любят апеллировать к тому, что наш неизведанный мир полон волшебных чудес и таинственных загадок, которые современная наука по-прежнему не способна объяснить. Не способна, говорите? Да нет, вроде объясняет. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Да, бесспорно, в нашем безумном мире действительно частенько происходят всякие безумные вещи. Однако, правда заключается в том, что временами научное объяснение разнообразных паранормальных феноменов оказывается куда более странным, чем выстраненные вокруг них легионы призрачных инопланетян. Итак, сегодня мы посмотрим подборку мистических, необъяснимых и паранормальных явлений, за которыми скрывались, хотя и весьма странные, но все же обычные земные причины. Во всяком случае, так нам говорит современная наука. А права или нет она, давайте разберемся. Священные козлы и токсичные растения. В отличие от бессовестных грантоедов, которые попирают извечные духовные скрепы и не имеют за душой совершенно ничего святого, жители далекой и мистической Индии очень любят всевозможных священных, божественных животных и всякие подобные штучки. Принимая во внимание их отношение к коровам, нет ничего удивительного в том, что когда на просторах интернета начали распространяться снимки вот этого загадочного одноглазого существа, многие индийцы ринулись просить у мистического создания благословения на удачу или на худой конец сделать с мохнатым полубогом парочку живописных селфи. Впрочем, как оказалось, странное существо было обязано своим появлением на свет не злобной шутки древних богов, а очень вкусным, но очень ядовитым токсичным цветочком. Оказалось, что бедное животное родилось с редкими смертельными генетическими отклонениями, вызванные действием токсинов, содержащихся в одном интересном растении под названием вьюнок полевой. Как выяснили ветеринары, вьюнок, который парнокопытные находят весьма аппетитным и уплетают за обе щеки, не способен навредить взрослой особи, однако сполна отыгрывается на ее потомстве. Так что загадочное существо, у которого просили благословения доверчивые индийцы, оказалось ничем иным, как очаровательным мутантом, созданным ядовитой травкой. Маленькие одноклеточные ангелочки Во время сражения при Шайло, одной крайне жестокой и кровопролитной битве в ходе гражданской войны в США, глазам раненых и измученных солдат предстало настоящее божественное чудо. Дело было в холодном и промозглом апреле, И солдатам, которые осели на берегу реки Теннесси, нужно было ждать несколько дней, пока прибудут медики, что практически не оставляло раненым шансов на выживание. Как вдруг произошло нечто странное. Раны некоторых солдат начали светиться странным зеленым светом, и те, кого озарило это мистическое сияние, успешно дождались врачей и вскоре оправились после травм. Необычное явление красиво и поэтично назвали ангельским сиянием. Только ангелы в этот раз получились немного одноклеточными. Как выяснилось впоследствии, за божественным ангельским сиянием стояли отнюдь не ангелы, а биолюминесцентные бактерии, которые питались другими болезнетворными микроорганизмами, и не позволяли инфекции проникать в раны. Хотя обычно данный штамм бактерий не выживает при температуре человеческого тела, длительное переохлаждение и невероятная удача парней позволили этим микроорганизмам успешно обосноваться в кровоточащих дырах от пуль, и тем самым спасти жизнь многим солдатам. Ходячее биооружие и последствия самолечения В феврале 1994 года в одну из больниц штата Калифорния доставили Глорию Рамирес с острой почечной недостаточностью. Когда врачи начали брать у женщины кровь на анализ, они заметили в ней необычные странные кристаллы, почувствовали резкий запах аммиака, и внезапно один за другим начали падать в обморок. Более двух дюжин медиков были поражены мощным нервно-паралитическим газом, содержащимся в крови у Глории, а одна сотрудница больницы скончалась от отравления спустя несколько недель. Так что же это было? Женщина пала жертвой секретного правительственного эксперимента? Не совсем. Оказалось, причиной трагедии, стоившей жизни медработнику, стало банальное самолечение. До срочной госпитализации Глория Рамирес какое-то время пыталась самостоятельно справиться с болями в шее при помощи димексидида, который никто и никогда не выписывал, и который, соответственно, не значился в ее медицинской карте. Атомы диметилсульфоксида успели накопиться у женщины в крови в достаточном количестве, чтобы после того, как врачи с скорой надели на нее кислородную маску, реакция с кислородом дала в результате диметилсульфат, довольно известное химическое оружие. Ну вот у меня-то все по этому поводу. Но, может быть, у моих слушателей и зрителей найдутся какие-то случаи из жизни, о которых можно было бы рассказать. Оставляйте в комментариях, пишите в личку. А так, до свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok